Ирина Гусева тот день вспоминает с ужасом. Взрыв прогремел вечером. Женщина с мужем едва успели выбежать из квартиры. Из вещей и мебели почти ничего не уцелело. Семье предоставили квартиру в соседнем доме. Ремонт сделали буквально за две с половиной недели. Весь народ как-то сплотились. Они тут везли и продукты, и вещи, и постельное белье. То есть предприниматели, фермерские хозяйства. Все нам очень сильно помогли. Сейчас маленько успокоились, потому что все-таки сейчас свое жилье. Три месяца мы вот у родственников жили. Надежда Заварзина жила на третьем этаже. После взрыва огонь охватил ее квартиру. Все сгорело дотла. На компенсационные деньги удалось купить вторичку в соседнем доме. Говорит, после произошедшего уснуть не могла. Сейчас на новом месте уютно и спокойно. Сначала было трудно. Квартиру купили. Мы, конечно, только был газ, проводка, ну и окна кое-какие вставлены. Все средства, что выделили, в общем, можно сказать, ушли немножко. Осталось вот на одежду, на осень, на зиму. А так, спасибо большое всем. Вот так сейчас выглядит дом в самом центре села Маргуша, где в апреле этого года прогремел взрыв бытового газа. Дом был практически новый. Построили его в 2015 году. Сюда переселили жители из соседней аварийной трехэтажки. Но халатность сотрудников газовой службы обернулась для людей сильнейшим пожаром, обрушением целого этажа и гибелью трехмесячного ребенка. Сейчас проекты по сносу уже двух аварийных домов проходят согласование. Хочется сказать слова благодарности всем, кто принимал решение. В первую очередь, конечно, губернатору, потому что его оперативная реакция была залогом того, что люди получили моментально, в короткие сроки, все необходимые средства к существованию, компенсации. Хочется сказать слова благодарности и главе района, и главе сельского поселения. Евгений Лебедев также отправился в село Тепелево. Он посмотрел, как идет строительство жилья для работников агропромышленного комплекса по программе комплексное развитие сельских территорий. Один из трех домов должны сдать уже к концу этого года. По соседству проводят капитальный ремонт кровли в Тепелевской школе. До 1 сентября осталось меньше месяца, а работы еще не завершены. Хотя по договору подрядчик должен был сдать объект 30 июля. При всем том, что много сделано, осталось сделать основную часть, покрыть металлом. Учитывая, что это школа, что детишки скоро придут. Может какие-то тут и встречные меры нужны. Но в любом случае объект должен быть закончен до 1 сентября. Они буквально дожидаются металла, как мы сегодня посмотрели. Крепеж уже закуплен. Мы буквально ждем металл. Поэтому люди не уехали. Инструмент весь здесь. Ежедневный контроль за этим осуществляем. Ежедневно я на планерке. У меня первый вопрос. Пришло железо на Тепелево или не пришло. А вот строительство Дома культуры напротив. Идет в графике, как отметил подрядчик. Учреждение будет рассчитано на 182 места. Галина Коллегина, Василий Низов. Время новостей.